Всем привет! Продолжаем путешествовать по миру. Я бродил по городу Верона и наткнулся на такой памятник. Очень долго разбирался, что это. Потом оказалось, что это памятник Чезаре Ламбразо. Это итальянский врач-пехиатр, преподаватель родоначальник антропологического направления в именологии и уголовном праве. Основной мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике. Так написано в Википедии. И главная заслуга Ламбразо заключается в том, что он сместил акцент изучения с преступления, как деяния, на человек-преступ. Родился в 1835 году в Вероне в богатой еврейской семье. Естественно, изучал литературу, лингвистику, археологию в университетах Падуи, Вены, Парижа. Стал хирургом в армии, был назначен приглашенным лектором Фавии. А позднее, в 1871 году, возглавил в хиатрическом больнии Пизаро. Профессор судебной медицины и общественной гигиены в Туринском университете в 1876 году. В том же году он написал наиболее известную свою работу, которая называется в переводе как «Преступный человек», которая выдержала пять изданий на итальянском языке, опубликованное на различных европейских языках. Умер в Турине в 1909 году. Идея была такая, что основываясь на собственных выводах о биологических особенностях, прежде всего, морфологических признаков формы черепа, неправильное строение ушной раковины и так далее, по его мнению, присущих преступникам, Ламбразо утверждал, что нарушители правовых норм, люди ненормальные физические, а потому и психические организации, люди особой породы, и что преступление является следствием их врожденных особенностей, результатом, в общем, результатом оттавизма. И вот что интересно. В своей работе Ламбразо пишет о физическом сходстве гениальных людей с помешанными, о влиянии различных явлений, атмосферных, наследственности и так далее, на гениальность и помешательство. Приводит примеры, многочисленные свидетельства медицинского характера, о наличии у ряда писателей, к примеру, психических отклонений, а также описывает специальные особенности гениальных людей, страдавших, в то же время и помешательства. Но, к примеру, он пишет, что, к примеру, Ампер, у них у ученых, уже в 13 лет был хорошим математиком, а Паскаль в 10 лет придумал теорию акустики, основываясь на звуках, производимых тарелками, когда их расставляли на стол. Интересно. Очень многие употребляли наркотики или какие-то спиртные напитки. У всех гениев есть свой особый стиль, страстный, трепещущий, колоритный, отличающий их от других здоровых писателей, и свойственный им, может быть, именно потому, что он вырабатывается под влиянием психоза. Почти все гении, писатели, известные люди страдали от религиозных сомнений. Главные признаки ненормальности этих великих людей выражаются уже в самом строении их устной и письменной речи, нелогичных выводах, нелепых противоречиях. Почти все гении придавали большое значение своим сновидениям. Интересно. Я не знаю, насколько это научно. Наверное, научно. К примеру, Ломбразо выделил четыре типа преступников. Душегуб, вор, насильник и жулик. Причем данная типология по сей день сохраняется. Поэтому, наверное, все-таки это научно. Не буду здесь все зачитывать, что здесь написано в Википедии. Главное то, что в Вероне есть такой памятник. Памятник Чезаре Ломбразо. В общем, неизвестному ученому в области криминологии и психиатрии. Автор памятника – знаменитый скульптор-символист Леонардо Бестольфи. Надо сказать, что часть средств выделила коммуны Вероны. Часть поступила от зарубежных ученых. А часть реносов собрана жителями. Даже король Италии пожертвовал деньги на создание памятника Ломбразо Вероне. Все. Всем пока. Всем привет. Показал вам памятник Ломбразо Вероне. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok